Добрый вечер, дорогие мои! Конфликт поколений это вечная проблема поколений и мы, начиная с Ветхого Завета видим, как этот конфликт поколений людей мучал как сыновья уходили от родителей как возвращались к родителям и я имею в виду о блудном сыне как в конечном итоге приходили к тому же мнению а главное, к той же вере которую исповедовал родитель и очень интересно, что само человечество развивается интеллектуально неравномерно то есть у нас ведь такое понятие что если начал ребенок понимать родителей значит, он поумнел ну, вообще поумнел но тем не менее Капица Сергей Капица такой, вы помните академик был доказал, что все конфликты случались в государствах на переходном периоде поколений другое дело что когда-то эти поколения взрослели и умнели с разным ритмом и с разным скоростью он вообще посчитал, что поколения это не возрастные формы что вот один родился тогда через несколько десятилетий или его дети рождаются это новое поколение он нашел некой такой функцию общественного сознания где новое умственное поколение появляется когда у него информации накоплено в шесть раз больше чем у предыдущего поколения и вот этот-то переходный период когда вдруг появляется поколение у которого в шесть раз больше информации чем у предыдущего и появляется конфликт вот прямо вот он все раз настроен но самое интересное что первое поколение тысячу лет жило в одном информационном можно так сказать на информационном богатстве и что у них колесо изобрели нож изобрели меч изобрели ружье еще не изобрели ну и так далее то есть не нарастал тысячу лет не нарастал информация или нарастало чтобы превратиться в шестикратную целую тысячу лет а дальше пошло быстрее дальше пошло шестьсот по моему лет а не он не так тысячу лет это он до Рождества Христова а с Рождества Христова началось ускорение пятьсот лет триста лет в общем в конечном итоге он высчитал что вот в предыдущем веке поколение родившееся в пятидесятые в шестидесятые но вот наше поколение столкнется с тем что оно будет жить с двумя информационными поколениями которые превосходят его первые в шесть раз это дети наши для их успешности они должны в шесть раз больше чем мы знать и иметь информации в голове в шесть раз больше я как-то вижу что мои дети так вот например и имеют то что дочь там в медицине сколько всего знает и сколько это мама не горюй то что сын библиотеки там перечитал и тоже сколько знает это не приведи господь как говорится чтобы я столько же освоил и все понял но внук он по понятиям капицы чтобы стать успешным должен быть в шесть раз умнее своего отца не умнее нет не умнее больше иметь информации потому что иметь информацию и быть умнее это разные вещи можно иметь ее очень много но так и не поумнеть потому что ум это умение оперировать этой информацией использовать эту информацию это кстати вот должны очень хорошо понимать те кто заставляет своих детей бесконечно учиться 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 диплома получать а в конечном моменте раз и непонятно куда это использовать и главное неизвестно как использовать потому что эта информация не умеешь использовать и не получишь от нее пользы так вот самое интересное что мы похоже входим во время когда еще и появляется следующее поколение и это поколение а ведь глядите как там считается вот у моего сына мой внук это вот поколение и у них информация такая в два раза в шесть раз больше у внука чем у сына но я читаю статью о том что в Москве восьмилетняя девочка сдала ЕГЭ и поступала на психологический факультет по моему МГУ я уж не знаю поступила или нет я не думаю что ее пустят на факультет потому что это будет позорище факультета что она сможет учиться и еще и может быть закончить его лет в 10 в 11 это же это же какое позорище что ты что ты преподаешь если 11 летние дети это могут понять но вместе с этой информацией про девочку пишут что в общем то у нее и такие братья и сестры ну чуть постарше но в общем то так в общем то развитый и я делаю вывод какой я просто уже следил за этими поколениями и видел как вот появляется такой уникум а после это становится нормой они уже все такие становятся и получается если девочка это вот такая вот как говорится первая ласточка которая новое поколение открывает и мы его видим то это очень интересный процесс если мы это поколение увидим воочию вот в глобальном масштабе представляете если вдруг вся страна вот тех кто сейчас перешел в первый класс пошел в первый класс закончит школу года через два-три не вы скажете не закончит у нас учителя не дадут им очень быстро развиваться у нас школа нацелена чтобы 11 лет его вести деньги получать и все остальное если бы им все вот эти деньги которые за 11 лет на него потрачены отдавали сразу как он ЕГЭ сдал то я вас уверяю у нас бы все за три года закончили все они у нас настолько талантливые учителя что они самых неуспешных я не могу сказать что могут сделать очень умными если захотят если захотят проблема в том что им как недобросовестным врачам нужно чтобы они не умели не умели не учились и тянулись вот эти 10-11 лет да еще и наняли их как репетираторами и в двойной учебе ничего не знали но мы это видим что не так что дети то вдруг рождаются и тогда мы будем увидим такое поколение которое и копится но он правда и ничего не говорил что после 2000 года будет он в то столетие обещал что наложится поколение но если в этом столетии наложится 3-4 поколения то в чем проблема то а проблему как раз Сергей Капицы и обозначил что эта разница информационного обеспечения поколений может создать глубокий конфликт этих поколений когда одни еще уже плохо уважают других то есть цифровые дети уже плохо уважают некоторых родителей которые ничего в этом не понимают совсем уж глупыми считают своих дедов и прадедов а следующее то поколение кем нас будет представлять с нашими вот такими скудными информационными знаниями я даже не могу представить то есть мы такие пятикантропы и вот мы пятикантропы пытаемся внедряться в жизни этих поколений учая их своей какой-то нравственности каким-то правилам рассказывая им про значит Русь тысячелетнюю назад Советский Союз совсем недавно бывшие вот для них в этой можно так сказать мутной воде нет информации которая достаточно для какого-то успешного поведения и успешной жизни либо этой информации составляет такую мелкую часть вот из того блока который у них имеется и будет иметься что она не может играть никакой существенной и тогда Капица определял что это может конфликтом очень серьезно быть и больше того что вот в крайнем случае эти поколения научиться тому чтобы не задерживались тут то есть он предполагал я уж не помню он предполагал или просто в обсуждениях того что он высказывал там были большие дискуссии и это он предполагал что и автаназии будет совершенно нормальной вещью и отправление в резервации нас глупых которые мы ничего не понимаем в том что как в этой жизни жить и это серьезный вопрос но я то вам сейчас говорю и объясняю это не потому что я хочу чтобы вы оглупляли своих детей не давали им информации не давали им получения знаний и старались их сохранить в тех знаниях которые у вас есть вот эти и достаточно этого не получится дело в том что это уже свойство мозга новых этих поколений если вы им не дадите хорошей информации то они заполнят другой информации это как помните некоторые выстраивали мода была это в наше поколение была мода на полки книжные а книг купить негде было там в очереди надо было ставать или макуратуру сдавать или блат какой-то в магазине иметь и появились вот заполняющие ну вот как у меня там где я снимаюсь с книжками картинки все собрание сочинений а это всего лишь картинка это всего вот вы думаете что таким образом можно им заполнить их пустоты а этого не получится а мозг работает по-другому он с картинками не работает ему реально нужны знания эмоции к этим знаниям присоединенные выводы из этих эмоций этих знаний и поэтому я вас как раз призываю о себе подумать как вы вписываетесь вот в это цифровое поколение как вы умеете с ними находить общий язык и что вы из себя представляете я невероятно счастлив например что я хожу по городу со мной не всегда здороваются моего возраста у некоторых есть какие-то такие амбиции что он не такой человек часто не здороваются среднего возраста ну не знает может быть просто меня и почему-то здороваются все дети я понимаю что они идут вот ютюб они идут значит в контакт они идут в одноклассники и там вдруг я и у меня такое количество подписчиков это их очень удивляет и это очень их можно так сказать по-видимому дает мне какое-то уважение у них но я честно скажу при этом я в большом опасении что начав разговаривать с ними я смогу поддержать свой авторитет по крайней мере вот к внуку приезжали два друга и когда они начинали разговаривать на тему каких-то компьютерных значит программ и так далее я стою как между иностранцев отдельные слова понимаю такие как программа там еще что-то в большинстве просто просто не врубаются так уж извините за сленг поэтому дорогие мои не просто старайтесь следить за тем как развиваются ваши дети или ваши внуки просто следить что с ними и как не просто старайтесь им дать хорошую информацию потому что они все равно будут искать жажда информации у них будет при таком развитии это уже какая-то генетика пошла но и сами старайтесь быть в каком-то хотя бы курсе чтобы не выглядит в их глазах занудным значит бабушкой дедушкой которые настолько глупы что с ними разговаривать нечего они тут еще лезут со своими значит воспоминаниями и своими примерами вот дети очень умные очень умные дети растут и я всех поздравляю у кого проявляются вот такие которые в 8 лет ЕГЭ может сдать но и это скоро будет нормой но над этим и государство должно подумать как оно когда появятся университеты для восьмилеток чтобы не стеснялись ее взять и действительно реально или для десятилеток после того как они закончили школу когда появятся я думаю что еще и на наших глазах здоровья вам всем радости разума вам всем и ума аминь он и Субтитры создавал DimaTorzok